Привет, зрители! Я тут в халате, что-то мне холодно вообще. Не знаю, почему. Вообще, я сегодня замёрзла. Сегодня такое ветрище было. Утром я гонялась. У нас случилось такое, что сменил ли мне вчера счётчик лепестрический. И вот добрые люди, работающие в энергосетиле, как там её сейчас звать, пообещали даже до конца года сделать, плите, в смысле, опломировать. И, может быть, даже завтра позвонить, может быть, даже в среду сделать, может быть, даже позвонить завтра и завтра же сделать. И, короче говоря, так как я ходила в одно место, потом в другое место, даже успела до обеда второго места, я заползала, ну, мне ещё надо было кое-что купить. В этом самом, блин, как вот там Ашаня. Я заползала в Ашан, соответственно, кое-что купить, что попросили, а ещё увидела нечто, ну, как бы это, как это себе да не купить. В общем, очень давно, когда-то ещё мелкая, ещё с маман, когда она покупала, мне очень нравился овечий сыр. Потом я его сто лет вообще нигде не едила, и вместо овечего сыра я тупо лопала адыгейский. Ну, этот адыгейский сыр, который типа как овечий сыр, но на самом деле не овечий. И вот смотрите, чё, в Ашане он, грубо говоря, по 40 рублей, 150 грамм. Срок годности у него вполне прилично, короче, он сделан 30 сентября этого года и до 29 марта следующего года. Вот, и там я попробую сейчас показать вам состав. Короче, состав тут тоже вообще такой вполне нормальный. Я вот сейчас собираюсь пообедать и думаю, как раз его, как бы так вот, чтобы видно-то было, в общем, попробовать. Там вообще есть и такие вот ещё, ну, в нашем Ашане. И плоскенькие кусочки какие-то, вот как треугольненькие. Я сначала один тнулась, потом другой тнулась. А этот первый самый тнулась, он как бы два вот кусочка в одном. И чё-то так подумала, он такой интересной формы. И решила всё-таки его взять. А ещё мне тупо надо было какао, но я в пачке всё хотела какое-нибудь обычное какао-порошок, потому что я тут собираюсь попробовать, во-первых, сбить сливки, которые от молока, которые я уже третью пятницу беру. Третью пятницу. И моя родня сказала, что там больше, чем 33% сливки должны быть. Молоко очень жирное. Я поняла тут, сделала вывод после очередного, скажем, ну, не совсем эксперимента, просто прокипятило молоко. И вот очень жирное молоко, если прокипятить, оно вполне съедобное. В смысле, его пить можно и не хочется. Всё-таки хочется емнуть, простите, пожалуйста. Пусть-то, в общем, не хочется чем-то его разбавить или вообще как-то вот... Не хочется потом съесть какую-нибудь таблеточку от желудка, потому что молоко жирное. Внезапно кипячёное молоко вполне вменяемое. Хотя я помню, с детства его терпеть не могла, это кипячёное молоко. Ну, короче, и на этих сливках я хочу попробовать сделать мороженку. У меня там скущёнка ещё стоит. Это две баночки ещё из фикса. И хочу сделать его, в общем, с какао-порошком. Так как у меня какао-порошок один с сахаром от Марка, а другой... Дольче Марка или что-то такое. А другой, я не помню, может, даже его и не обозревала, но я его как-то брала уже в магните, периодически беру. Иногда, когда увижу, беру шоколадные рейки. Вот в баночке в круглой 300 мл или 300 грамм как-то так. Там какао и сахар. Всё. Тоже такое, в принципе, очень хорошее такое, если растворимое какао. Ну, вот они оба с сахаром. А я, когда взбиваешь сгущёнку, сгущённое молоко, а не сгущёнку, именно сгущённое молоко со сливками, а мы с подружкой как-то ещё взбивали, я туда ещё добавляла, ну, что-то так с её пинка поддалась порыву. Ягоды протёртые с сахаром, эту смородину было очень сладко. Я думаю, что если какао с сахаром ещё туда добавить, то какао, которое с сахаром добавить в эти сливки со сгущенкой, то тоже будет очень сладко. Поэтому хотела купить какой-нибудь какао-порошок. А что-то как-то никакого какао-порошка нигде не видел. И тут внезапно я, значит, тяну руку так на верхнюю полку, гляну, что там такое. Случайно на меня падает такой пакетик. Ну, я его задела. Думаю, блин, что за пакетик нафиг. Надо его как-то обратно поставить. И тут смотрю, подняв пакетик, а это у нас какао. Какао-порошок натуральный. Вообще первый раз вот такой вижу. Он что-то около 50, и стоил 49 с копейками, наверное. Тут у нас 100 грамм. Сделан он в сентябре этого года, и срок годности у него 24 месяца, то бишь 2 года. Изготовлен из какао-бобов высшего качества. Натуральный какао-порошок в составе. Вот еще всякое что-то, типа, что он дает. Способ приготовления. Даже на казахском что-то есть. Но я казахский ни хрена не знать. В общем, производит у нас это трио кофейная компания вокруг света. Юридический адрес. Или кофе-цикорный комбинат Аронап. О, Ростов. Ростов. Слушайте, это и то, и другое производит Ростов. Ростов. У меня тут была у подружки как-то в гостях, и она так говорит, смотри, какая шикарная приправа универсальная. Угадай, кто производит. Я так это, ну кто? Она говорит, Ростов. Причем тот завод, который, ну вот этот не Ростов-на-Дону, а который типа Великий Ростов, при этом он маленький очень, уже сто лет как, Ярославской области. И она говорила, что этот завод вроде как, говорит, какое-то время вообще не жил, не функционировал, а тут внезапно заработал. И вот, видимо, это тот же самый, да, вот, кофе-цикорный комбинат. Внезапно, кстати, в Белоруссию они импортируют в Барановичи, где я в свое время в гостинице жила, когда с Ярой Болтуром ездила один, в один из разов. В общем, тут вот внезапно роял, какао, какао-порошок натуральный, премиум. Я-то думала, какой-нибудь там импортный или еще что-то. И что самое интересное, вот та приправа, там очень хороший состав, универсальная вот эта приправа, которую подружка видела. Там соль какие-то эти, овощи, всякие там растительности. И по вкусу, и вот по качеству вообще нормально. И тут вот я была уверена, что это какая-то, ну, не знаю, западная марка или что-то такое крутое, напонтованное. Слушайте, вполне себе внезапно Ярославская область, Ростов. В общем, если вдруг увидите такой какао, то я вам советую. Я его, правда, еще не вскрывала, но я знаю, что цикорная продукция Ростова-Великого очень хорошая. В общем, всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и пока!